Громкая научная сенсация в Великобритании. Ученые официально подтвердили, что обнаруженные ранее в городе Лестер останки принадлежат легендарному королю Ричарду Третьему. Теперь в Англии ожидается большой спор с участием ученых, историков и политиков о том, где следует похоронить потерянного монарха. С подробностями Вадим Милицин. Британия наконец обрела потерянного короля. Останки Ричарда Третьего в течение почти шести веков покоились под автомобильный парков. Словно это был не погибший в сражении монарх, а случайная жертва криминальных разборок. Сегодня о сделанной археологами находке было объявлено официально. Дамы и господа, согласно выводам специалистов университета Лестера, останки, найденные в сентябре прошлого года, без всякого сомнения принадлежат Ричарду Третьему, последнему королю из рода Плантагенетов. 32-летний Ричард Третий погиб в битве при Босворте в 1485 году. Это было последнее сражение в войне между белой и алой розами. Согласно легенде, короля похоронили в францисканском монастыре в Лестере, однако затем его останки якобы были выброшены в реку. В прошлом году при проведении раскопок под автомобильной парковкой были найдены руины монастыря, который был разрушен в 16 веке. Скелет был обнаружен в складке фундамента. Археологам сразу стало понятно, что это останки человека, погибшего в бою. Ранение черепа свидетельствует о мгновенной потере сознания. Смерть последовала практически незамедлительно. При более тщательном обследовании было обнаружено аномальное искривление позвоночника. Эксперты тут же вспомнили пьесу Шекспира, где Ричард Третий изображен угрюмым, уродливым горбуном. Радиоуглеродный тест позволил датировать находку середины 15 века, а последнюю точку в историческом расследовании поставил генетический анализ. Как выяснилось, ближайшим потомком Ричарда Третьего является Майкл Ипсон, простой плотник, проживающий сейчас в Канаде. С сестрой короля Анны Йоркской его разделяют 17 поколений. В результате сравнения молекул ДНК плотника и скелета, найденного в Лестере, была выявлена схожая комбинация генов. Мы убеждены, что имеем дело с дядей и его очень далеким племянником. Дальнейшую судьбу останков короля предстоит решить британскому парламенту. Одни считают, что Ричарда Третьего следует захоронить в Лестере. Другие указывают на Вестминстерское аббатство, главную усыпальницу английских монархов. По свидетельствам ряда современников и согласно знаменитой пьесе Шекспира, последний плантагенет был тираном, убившим на пути к трону своих малолетних племянников, но в то же время храбрым воином, последним королем Англии, павшим в бою. Находка его останков не позволит обелить его репутацию, но как минимум положит конец спорам о якобы крайне неприглядной внешности Ричарда Третьего. В ближайшее время на основе черепа будет создана реконструкция облика короля, после чего историки, возможно, смогут взглянуть на легендарного монарха новыми глазами.